Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на канале Let's Talk MGMO. Как вы знаете, 13 ноября к нам приходил легенда российского футбола, главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Богданович Семак. И нам удалось записать с ним подкаст, и мы очень надеемся, что вам понравится. Друзья, ребятушки, обязательно подпишитесь на наш канал Let's Talk MGMO, ставьте лайки, комментарии обязательно и жмем на колокольчики. Надеемся, что вам понравится и приятного просмотра. Сергей Богданович, здравствуйте. Большое спасибо, что нашли время, пришли к нам в университет. Теперь мы с вами поговорим чуть о вашей личной жизни, чуть о футболе в целом, чуть о «Зените», обо всем понемногу. И сначала хотелось бы начать о перспективах российского футбола в целом. Как вы видите и в ближайшей перспективе, там год-два, так и на 10 лет в долгосрочной перспективе. Что нас ждет, что ждет российские команды? Что касается перспектив развития российского спорта в целом на сегодняшний день, то, конечно же, мы зависим от политической обстановки, которая сейчас в мире. И, к сожалению, большому Олимпийский комитет и другие спортивные организации занимают немножко политизированную позицию. И это мешает всему спорту в целом. Я думаю, спорт должен быть не политикой, давать возможность нужно выступать спортсменом во всех видах спорта, будто футболу и другой вид спорта. Да, я с вами полностью согласен. Теперь конкретно о российском чемпионате. Недавно, полгода назад буквально, Федор Смола дал интервью, в котором сказал, что первую часть сезона прошлого «Зенит» по инерции играл практически на все 100, как было раньше, когда боролись за Лигу чемпионов и играли в Лиге чемпионов. То сейчас, в это время, даже полгода назад он говорил, что парни «Зенита» просто куражатся, и ему самому, как игроку «Динамо», он чувствует, что им неинтересно, и уже другой настрой футболистов, чем когда боролись за Лигу чемпионов. И он более того говорит, как они могут очень сильно стараться, если сейчас идет борьба просто за не вылет в ФНЛ. Идет борьба за первое место, за то, чтобы стать чемпионом России. И это достаточный аргумент для того, чтобы ребята тренировались и играли в полную абсолютно... Возможно, создается некая видимость, если результат становится чуть хуже, сразу же идет отсылка к недонастрою, неинтересу. Я общаюсь каждый день в команде, и могу с уверенностью сказать, что все ребята стараются и выкладываются на 100%. Понятно, что игровейки бывают более зрелищные, менее зрелищные, ввиду сопротивления соперников, эмоциональной составляющей не всегда игроки могут на 100% ярко сыграть в каждой матче. Тоже самое можно сказать о игроках других клубов. Они не все матчи играют со 100% отдачей, так как они играют по игре против Зенита. Тем не менее, никто не говорит, что им неинтересно. Конечно, интересно, и все выполняют свою работу на 100%. Все довольны тем, что находятся в России, все стараются. А то, что не хватает Еврокубка, безусловно, всем нам не хватает. Но это не отменяет чемпионата России и желание ребят побеждать чемпионат России. То есть в целом настроение в команде не изменилось после Бана? Сто процентов. Ничего не изменилось. Как работали, так и работали. Да, теперь о молодых футболистах. Сейчас в Брестской первой лиге их огромное количество. Можете выделить три самых главных каких-то и рассказать почему? Молодые игроки, они отличаются нестабильным выступлением. На сегодняшний день многие игры это Салтыкови, которые действительно показывают очень зрелую игру. И с точки зрения скорости движения, принятия решений. То же самое, что касается того же Пеняева, о котором много говорили в прошлом году. Сейчас он в Локомотиве играет, наверное, не так ярко, как в Крыльях в прошлом году. Это, естественно, команда немножко другого уровня. Конкуренция другая, и ему сложнее зарабатывать вместо стартом составе. Тем не менее, он состоится одним из самых главных и талантливых игроков нашей страны на сегодняшний день. И молодых, что Салтыков, да, открытие этого чемпионата действительно хорошее впечатление оставляет. Да, вообще в целом у них сейчас есть какая-то перспектива развития их таланта именно в России, то есть не в европейских чемпионатах. Или вы считаете лучше уехать? Нет, конечно, есть. Я не против того, чтобы уезжали. Нужно понимать, куда и зачем. Если это шаг к развитию, или это шаг, как для того же Далера Кузеева, попробовать что-то другое, потому что он уже опытный игрок, или того же Магомеда Аздоева, который меняет чемпионаты для того, чтобы посмотреть, каково это других чемпионатов. То, что касается молодых игроков, мы знаем много примеров, и не только молодых. Есть игроки, которые уезжают, и там не играют, и потом возвращаются. То же самое, например, Андрей у него, который уехал в Байер, там не заиграл, вернулся, сейчас в Карабахе играет. То есть примеров много. Вопрос просто уезжать, наверное, если уезжать для того, чтобы твоя карьера пошла вверх, конечно, почему нет этого? Возможно. Мне кажется, это зависит от желаний. И, соответственно, с каждой, так скажем, в первую очередь надо набраться молодым игрокам, мне кажется, именно тем игрокам, которые хотят уехать отсюда, допустим, из российского футбола, более, так скажем, в Европу, допустим, то именно набраться опыта там, где они находятся. Конечно, должен быть сначала отвоевать место в стартом составе, стать лидером здесь, чтобы у тебя здесь не было конкуренции. Потому что если мы говорим, что конкуренция – это движущая сила, развитие – одна из, то, естественно, ты должен здесь забрать место, вырасти зрелого мастера для того, чтобы сделать следующий шаг и пойти в более сильную команду, в более сильный чемпионат, чтобы там постараться. Если же ты не готов здесь, уезжаешь туда, где еще сильнее, и получается, что у тебя шанс гораздо меньше играть. А если игрок не играет, это самое плохое, что можно порекомендовать молодому игроку, прежде всего. Он едет и не получает никакой игровой практики. Ну и сейчас именно не в топ-5 лиг, типа Турции, там Саудовская Аравия, есть смысл ехать там уже Пеняеву? Вот сейчас при его форме не самый лучший. То есть года два назад он намного больше о нем говорили, чем сейчас. Но при этом, понятно, он молодой, развивается, из года в год все лучше и лучше. Но есть ли ему смысл сейчас ехать в Турцию, Саудовскую Аравию или в Турцию, где тоже набирают чемпионаты популярности по всему миру вообще? Ну смотря куда, и зовут Ли, если берем Фенербакчи и Галатасарай, то это шикарные команды, которые очень серьезного уровня по европейским меркам. Конечно, приглашение туда нужно заслужить. Уехал туда Шиманский, который был одним из лидеров Динамо, выделялся в нашем чемпионате, поехал туда. Это тоже хороший уровень. Две-три команды, которые в Турции, они хорошо играют в Европе. Конечно, можно, если есть желание и есть спрос. Что касается Саудовской Аравии, на сегодняшний день немножко другой чемпионат, который играет уже в Азии, туда приезжают игроки для того, чтобы заключить выгодный, хороший контракт. Если у игрока есть цель и задача заработать себе за свою спортивную карьеру, то, конечно, почему нет? С ней есть предложение Саудовской Аравии, но надо ехать. Если что касается спортивной составляющей, постепенно выстраивать свою карьеру, врасти профессионально, то на сегодняшний день, конечно, европейские клубы, они более сильны. У вас как-то изменилось какой-то настрой именно по отношению или как вы мотивируете именно молодых игроков того же «Зенита»? Или как-то это все так же осталось, как и было до Лиги чемпионов? То есть обычно, наверное, для молодого футболиста, вот как если проводить параллель с хоккеем, там уехать в НХЛ, а у футболистов сыграть Лиги чемпионов? Нет, я думаю, что касаемо молодых игроков, здесь мотивационная составляющая сыграть, заиграть стартом в составе, выиграть конкуренцию у игроков, которые на его позиции составляют им эту конкуренцию. Если ты побеждаешь, к этой конкуренции выходишь, завоешь место в стартом в составе. Конечно, это большой шаг для молодых футболистов, а потом уже следующий шаг, уже смотреть уже в сторону других, более сильных клубов. Ну, в целом, у вас сейчас именно главная мотивация для вас, для тренера в команде, это выиграть чемпиона. То есть у вас нет какой-то дальнейшей цели против того, что там вот скоро от Лиги чемпионов, возможно, вернется, будьте готовы, то есть вы чисто на чемпионат зациклены. Ну, даже Ван Юлова, когда он говорит, у него главная задача выиграть чемпионат. Поэтому для каждого, для всех тренеров, главное выиграть чемпионат тот турнир, основной, в котором ты играешь. А что касается Лиги чемпионов Еврокубка, это как бонус определенный, который тоже выиграет престижно, экономически выигранно, если мы говорим о Лиге чемпионов, то есть там очень большие деньги, это возможность игрокам проявить себя и заработать новый контракт с более сильной командой. А для нас главная мотивация это выполнять свою работу на 100%. А уже результат, это уже тоже второстепенно. Если ты делаешь все, что ты можешь, ну, дай бог, если ты заслужишь этот результат, ты его получаешь. Не заслужишься, не значит, что тебе не нужно заниматься этим делом. Если для нас мотивация выигрывает первое место, что тогда для других клубов, которые не играют за первое место? Такая для них мотивация. Получается, если с этой категорией мыслить, то для них вообще нет никаких мотиваций. Есть там 5 команд чемпионате России, которые играют за первое место, а другие не вылететь или остаться в серединке. Конечно, для них мотивация это показывать себя, проявлять себя, выполнять свою работу на 100%, заслужить более выгодного контракта, побеждать, в конце концов, то, что хочет любой профессионал, это выигрывать. У меня еще такой вопрос и к чему, который я уже на протяжении долгого времени не могу найти ответа, то, что почему у российских спортсменов, футболистов современного, так скажем, времени, которые уезжают из России за рубеж, почему не получается у них достичь какого-то успеха. Вопрос абсолютно. Отсутствие мотивации, либо, мне кажется, именно в это время должно быть мотивация намного больше, чем никогда, но при этом непонятно, почему тот же Дюбе, допустим, который уехал в Турцию, или Смолов у Сельды. Вопрос не мотивации, абсолютно. Я думаю, что и у того же Артема, и у того же Федора мотивации предостаточно, чтобы показывать свой лучший футбол. Вопрос в том, что один клуб подходит, другой не подходит, чемпионат подойдет, не подойдет, исходя из уровня конкуренции. То есть, если ты там уступаешь конкуренцию, значит, и другие игроки просто сильнее. Здесь все на поверхности. Значит, тот клуб или та команда на сегодняшний день и при тех условиях ты не можешь добиться того, чтобы встретиться с основным игроком основного состава. Так же, как любой другой молодой игрок. Уезжает он или выиграет конкуренцию, или проигрывает. Любой игрок, поверьте, он хочет выиграть конкуренцию. Вопрос, получается, если не получается, то тогда уже, по каким причинам? Или не хватает качества, или не хватает функционального силы, других каких-то качеств для того, чтобы проявить себя именно здесь, именно сейчас. Все зависит от уровня игрока. Конечно. Также иностранцы, которые к нам приезжают, там у кого-то получается хорошо приезжают здесь, но не так хорошо. Такие примеры тоже есть. Адаптация к чемпионату, это тоже все достаточно сложно. Вообще, у вас, как у тренера, какое-то отношение особо к иностранцам есть? То есть, подход какой-то, или вы на всех? Ко всем отношениям максимального жительства. Мы пытаемся помочь каждому игроку, который приезжает, независимо, это игрок с российским паспортом или нет. У нас одна команда, и каждый игрок играет определенную роль в команде. И ко всем индивидуальный подход, конечно же, мы работаем с людьми, и для нас важно, чтобы каждый игрок чувствовал себя достаточно комфортно и по возможности дать возможность каждому игроку шанс проявить себя и помочь команде. А вот после вот этих санкций наложенных есть какое-то поменялось отношение у иностранцев к нашему чемпионату и вообще в целом российской лиге? Просто, допустим, в хоккее сейчас кто играет в КХЛ в российской лиге, у них их не вызывают сборные, ну, вот в основном европейские команды, там, Германия, Чехия, они вызывают игроков, которые играют в России, в российских клубах, они не вызывают сборную. Возможно, на футбол, надеюсь, такое не распространится, но в целом все возможно. Как вы думаете, как вообще иностранцы себя ведут сейчас после данной ситуации? Это на весь спорт относится, конечно, и с российского чемпионата многие игроки уехали или кого-то не вызывает. Это такая же тенденция во многих видах спорта, не могу сказать, что у всех. Что касается отношения, никакого отношения не изменилось, конечно, все хотят играть в лиге чемпионов, потому что действительно классный турнир в клубе, лучший клубный турнир в мире. Конечно, хотят там играть, но не нужно забывать, что клуб и задачи клуба, главная работа их здесь. А лига чемпионов это там сколько, 6 матчей, 8-10, это не так много в общем объеме с той работы, которую они раньше проводили. Мне кажется, еще приход иностранцев в любой клуб требует больше, так скажем, именно со стороны футболиста, требует больше внимания от команды с точки зрения адаптации. потому что не все могут сразу адаптироваться, так скажем, к культуре, допустим, к погоде, если говорить о России. Вот, это, мне кажется, вот, адаптация иностранного футболиста является начальный период одним из наиболее важных факторов, к, так скажем, продолжению самого футболиста в данном клубе или же в данной стране и так далее. Совершенно верно, да, адаптация и к футболу, и к стране, конечно, не для всех проходит безболезненно. Кто-то и не, по истечению года-двух, так и не обретет то состояние, по которому показывают лучший футбол. И, конечно, здесь нужно уделять особое внимание, когда приглашаешь игрока. Семейные, несемейные, насколько у него есть уже опыт смены клубов или стран, как он проявил себя в одной стране, в другой стране. Конечно, проще, когда игрок через, к примеру, Латинскую Америку, как тоже был запустен Дуглас Сантос, он через, после Бразилии проиграл в Европе определенное время, потом в России, конечно, адаптируется проще. Что касается игроков, которые непосредственно приезжают, особенно молодых, как Роберт Рейнон приехал, конечно, они, во-первых, нестабильны, им сложнее адаптируются. Молодые игроки привыкают к другому окружению, здесь другой футбол, конкуренция, разница в стилях, и, конечно, это им мешает. Поэтому мы, со своей стороны, должны все сделать, предоставить человека, на котором будут все время на связи все бытовые вопросы решать по максимуму, оградить их от моментов, в которых они будут чувствовать себя некомфортно. Почему я это начал вообще, тему адаптации и так далее, потому что я сам сталкивался с этой темой. И знание языка тоже это наиболее важно, потому что понимание, так скажем, друг друга на поле, это тоже как бы является очень важным, так скажем, элементом коммуникации и так же, как и поддержание контакта с тренером, понимать, понимать, игру. Поэтому, когда смотрим, стараемся, чтобы у нас был Бариус один, колубий, чтобы кто-то еще присоединился, чтобы у него не было, чтобы было какое-то взаимоотношение, были игроки, с которыми они могут общаться, могут дружить, таким образом, легче адаптироваться, если есть небольшая группа бразильцев, или аргентинцев, или колубийцами, по интересам, по культуре, по языку, ближе друг к другу. Теперь немного про медиафутбол. Раз хотел пару вопросов. вот отношения к медиафутболу. Я думаю, что медиафутбол очень серьезно поднял интерес вообще к футболу. Это хорошо, потому что он охватывает ту категорию людей, которые наиболее активны в медиафространстве. И подростки, и дети, которые в соответствии с нынешними реальностями очень подвержены именно информационным таким балламам медийным пространствам. Конечно, я не знаю всех больших персон, и в этом отношении такой серьезный шаг, рывок в развитии футбола в целом. Нюансы есть у меня лично, связанные с количеством того же мата, нецензурной лексики, которые в прямом эфире появляются. Конечно, по телевидению, мне кажется, нельзя это показывать. И нужно это ограничить. Но живые эмоции, которые есть, очень много элементов, которые интересны, которые привносятся даже в большой футбол. Что касается даже формата Кубка России, тоже нет дополнительного времени, сразу пенальти, конечно, оранжевым мячом не играют пока еще, или другие какие-то правила, которые есть, менее. Но это интересно, потому что там есть возможность немножко создавать некие условия, которые будут привлекать и болельщиков, и делать изменения такого рода в правилах, чтобы было интереснее играть, чтобы был определен еще один виток интриги, в случае чего забить два, или еще что-то, что в большом футболе это невозможно. Вот эти элементы, которые добавляют эмоции, там это сделать можно. Я задумал, если бы вообще когда-либо насчет правил, которые есть в Миде-лиге, было бы неплохо, если бы все эти правила профессионального футболи? Все нет, но какие-то, да, касаемо того же чистого времени, это абсолютно нормально, на мой взгляд. Касаемо челленджеров, ну, наверное, на сегодняшний день нет, это больше околофутбольный. Ну, какие-то, конечно, можно пробовать, тестировать, и все-таки добавлять. Чистое время, только за, может, к этому все-таки в конце концов выглядело все. Да. Насчет медийного футбольного, медийного футбольного клуба «Чисто Питер» Владислав Радимов, там, в качестве главного тренера, посещали бы ли вы тренировки или матчи, и как вы в одно вообще считаете, уровень медиафутбола может сопротивляться, так скажем, медиа-команды могут проявить, так скажем, сопротивление профессиональным клубам? Конечно, если мы говорим об уровне, допустим, той же второй лиги, то ведущие медиа-клубы, они более чем соответствуют, а некоторые, возможно, и были на ведущих ролях во второй лиге. Почему? Ну, мне кажется, и даже по составу, в основном во всех медиа, во многих медийных клубах собраны игроки с хорошим послужным списком. Те, которые профессионально занимались, которые профессионально играли, если посмотреть уровень игры, то я думаю, что, конечно, ведущие клубы это уровень профессиональных клубов, там второй, там, в лиге, это точно. На тренировках было, есть своя специфика, потому что, чисто Питер могу говорить только команде, которая лично смотрела, конечно, есть своя специфика, потому что большое количество ребят приходят тренироваться, если профессиональный клуб, там, 20 человек, ты понимаешь, какие упражнения, что нужно делать, то есть придет, там, даже уже 28, и на одном поле, конечно, тебе нужно, менять упражнения свою, как будто больше игровую, чтобы получали определенную игровую, прежде всего, практику, потому что меньше времени на какие-то там тактические наработки, на какие-то технические моменты, это у тебя есть или нет, тебе нужно играть, тебе нужно взаимодействие нарабатывать. Сейчас вот медиа-футбол, оно идет, так скажем, к более профессиональному футболу, потому что интереса возникает все больше и больше у людей, и соответственно, уже, так скажем, то же самое, вот, три участника, которые в этом году были в Кубке России, вот, они тоже составляли очень большую конкуренцию профессиональному футболу. И без дубов. Да, я уже говорил, простите, что перебил их немножко, что действительно уровень этих команд и те же зарплаты, они соизмеримы, и с теми зарплатами, которые зарабатывают многие игроки, занимаясь профессионально, в Кубах, на второй лиге, это уж точно. Второй лиге, уж точно, и первый лигий, мне кажется, тоже. Да, некоторые ведущие клубы могли, да, могли, конечно, конкурировать с клубами, возможно, там, не берем первую, пятерку, первой лиги, но какие-то, с каким-то клубом, я думаю, да. Еще, как раз, это больше медиафутбол, так и современность, и хотелось бы у вас спросить, как сильно изменился футбол времен, когда вы играли как игрок, и сейчас, как вы играли как тренер, то есть, вот 20 лет назад и сейчас, насколько сильно поменялось все, особенно в России? Не только в России, везде изменился, футбол стал быстрее, более интенсивнее, больше стали внимание удивлять именно максимальным, там, допустим, спринтом, рывкам, работе с мячом, все стало быстрее, меньше времени на принятие решений, даже то количество времени, которое было, там, 20 лет назад, с нынешними сложно представить. Современный стиль, если мы говорим, многие команды пытаются плейсинговать и показывать высокую интенсивность на протяжении всего матча. То есть вы как тренер в течение своей тренерской карьеры меняете какие-то подходы именно к тренерству? Конечно. Одно дело, там, ну, были очень много футбол-тренеров, которые на протяжении карьеры пытались в один и тот же футбол играть даже сарик условный. У него, там, даже 10 лет назад и сейчас примерно по той же схеме играет команда. То вот у вас больше, наверное, тем, как гладиолог, который больше перестраивается и свою игру под современный футбол подстраивает. Здесь каждый тренер должен понимать, какие цели и задачи стоят, какие игроки у него есть, насколько они готовы к той или иной игре. Тренер, работа тренера, это работа менеджера, ты не можешь, но бывает, конечно, это очень редко, когда ты, находясь на тренерском мостике, можешь приглашить тех игроков, которые тебе подходят, выводят. Ты, по сути, приходишь уже в команду, где уже есть, и работаешь, и продолжительность работы, главная тренер, она небольшая. Ты уйдешь, другой пойдет, он тоже с этими игроками будет работать, он не может под себя всех набрать. Поэтому очень сложно, очень редко кому дается именно подобрать и набрать именно тех, кто тебе нужен. Это нужно обладать и временем, работой на тренерском мостике, и финансовыми ресурсами очень значительными, для того, чтобы построить ту команду, которую ты хочешь видеть, именно та команда, которая бы имела полфутбол и добивалась бы еще и результатов того же. Какой футбол более, так скажем, вас симпатизирует? Тот футбол, когда вы играли в 2000-е годы, либо сейчасный, вот современный футбол? Ну, несложно сравнивать так на первый взгляд, если и абстрагируется, на мой взгляд, что раньше качество было чуть побольше, но, конечно, интенсивные скорости были чуть поменьше. Эмоциональная составляющая раньше, мне кажется, как-то более, более, наверное, уважительная. Сейчас касаемо не только спорта, больше эмоций, больше конфликтов, больше немножко околофутбольной истории, связанной ни с судейскими скандалами, ни с какими-то бытовыми скандалами, то есть люди сейчас стали немножко падки к такого рода вещами, конфликтам, и в этом отношении сам футбол не всегда оказывается в центре внимания. Возможно, мы иногда даже смотрим какой-то обзор тура, все обсуждают что-то околофутбольное, саму игру, даже после матчевых конференций, то же самое, какие-то вопросы интересуют непосредственно не касаемо игры, смены какого-то рисунка, еще чего-то, именно какие-то такие моменты связанные с околофутбольными вещами, потому что они в итоге привлекут больше внимания, и ради этого к сожалению много делится, фокус был более направлен на собой это и есть главная причина, что из-за того, что эти околофутбольные темы привлекают большее количество народа, которые даже не интересуются командной игрой, поэтому это все набирает обороты. Теперь о вашей личной жизни, как вы успеваете иметь большую семью, карьеру, все-таки футбол очень много времени занимает, я знаю, что вы ведете бизнес, у вас совладелец ресторана, там говорительные фонды, вы уделяете большое внимание благотворительности, как это все совмещать, как у вас это получается? По возможности что-то получается, что-то не получается, пытаюсь выставлять приоритеты, как здесь время, понять, что более важно в данный промежуток времени, что после того же бизнеса достаточно пассивный, поскольку есть оперативное управление, где я участвую мало, скажем так, а что касается благотворительности, да, там большой спектр, особенно сейчас работы, есть определенные изменения, нужно трудиться, даже та часть моей жизни, где я должен что-то давать, не только получать, а еще давать. У каждого человека тот рисун, который у нас есть, дается больше, чем мы можем дать. Каждый должен нести свою ношу по жизни, а сколько ее будет, это уже не нам решать. да, вы даже говорили, что когда вы были игроком, у вас больше времени было на благотворительность, вы вникли в эту схему, чем сейчас, когда вы как тренер, очень много забирают и футбол, и семья тоже, конечно. не везет этого. Вместе спортивной области, когда выступаешь в качестве игрока, конечно, ты тренировался, у тебя голова не болит, что, чего. Это другая история, которая требует гораздо больше времени и сил. Еще такой интересный вопрос. Кем вы себя видите вообще после окончания тренерской карьеры? Вы же тренеров себя не видел уже. Так сложилось, что обстоятельства так сложились, что появилось возможности и понимания, что прежде чем понять мое, это не мое, нужно попробовать. То же самое касаемо любой сферы. Нужно сначала понять, вникнуть и попробовать заниматься тем, чем ты решаешь в итоге заниматься, чтобы понять твое, ну твое, нравится, не нравится. Хотелось бы, конечно же, чтобы та работа, которая была, она нравилась. Если человек занимается нелюбимой работой и ему не нравится, конечно, требует от него каких-то значимых результатов или того чтобы вкладывал душу свою работу работу нужно выбить идеале отставить с тобой от раза и говорить нет возможности что-то выбирать и должен там работать может обеспечить семью у тебя болеет мама папа ты уже не смотришь на ту любимую работать и может быть ради кого-то что-то сделать тогда это в одном из интервью сказали что любите сажать деревья которые вас в ресторане яблоки что возможно станете ресторатором или может сферу сада уйдете садовничество очень близко и что я очень люблю когда все части не москве не начинается столько высаживаться зелье конечно это радует радует глаз я еще хотел одно насчет эту тему уточнить работа с курманом бикибичем насколько ну как вы можете описать эту так скажем промежуток времени вот насколько впечатлило на вас и насколько замотивировало в то время когда вы работали с курманом бикибичем но первых он для меня также как для многих был немножко закрыт пресс закрытым человеком на время первой нашей встречи когда мы разговаривали когда он пригласил меня в рубин я для себя открыл вообще другом качестве это прекраснейший человек который обладает исключительным исключительными человеческими качествами великий тренер абсолютно его господь все-таки ввел таким достаточно длинным путем до победы в чемпионате россии но в любви остается фанатом своего дела человека который безмерно любит футбол и любит свою работу и кроме восхищения у меня нет других никаких эмоций очень много было пережито вместе радостных моментов и огромная благодарность по главе кейч дай бог ему здоровья еще долгих лет работы конечно же поддерживать контакт сейчас дан периодически конечно понимая занятости у меня много из друзей кто работает тренером лишний раз конечно боюсь потревожить понимая каково это особенно когда моменты когда сезон самом разгаре и я понимаю что человек нужно готовиться если без большой нужды пытаясь никого не беспокоить как он рассматривали вот как но испания или чемпионов барселона он всегда он всегда мог найти слова которые шли у него всегда от души это немного словно все понимали кто мы зачем здесь находимся что мы должны делать для того чтобы победить он очень тропотливо вникал во все аспекты и тактического окна для того чтобы объяснить всем что как нужно играть ибо сегодня и другим клубам всегда было очень сложно играть против команды к бабе кивич на тем более против таких замечательных так скажем очень профессионалов как месси и бракимович даниалыш хави место какие имена играть против них это мне кажется невероятное ощущение во первых и как настрой мне кажется должно было быть в то время намного сильнее и больше чем чем никогда ну как раз мы такие матчи никогда не нужно настроить когда все и без слов понимают что вы понимать жизненный матч который запомнится на всю жизнь и то уж точно как бы опраздновали никак как сезон в разгаре я думаю помню что сибая который в автобусе кричал радовался все это стучал все теперь в мире будет знать не только водка пушкина еще и умеет и слова которые запомнились мне тогда все посмеялись от души но праздновать особо что это же всего один шаг не более того а у вас есть какая-то разница выйти между против какому когда вы играете против да и как тренера тоже когда вы играете против такой именитой команды типа барселоны против звезд таких аха виниста или против команды там уфы то есть самый или балтики в чемпионате россии всех соперников себя уважаем безусловно ты понимаешь подсознательно все равно какого уровня команды конечно такие матчи как матчи против барселона звезд мирового уровня конечно достают себя особняком нужно более тщательно готовиться и нужно естественно не сломаться если что-то пойдет не так это тоже важный момент то есть специфика есть преподготовка любому сопернику абсолютно где-то не хватает одного где-то не нужно делать вот эти вещи нужен настройка примера когда-то можно настроиться потому что ты с точки зрения тренера понимаешь что вот эта игра допустим против команды которые не являются видером может быть ключевой игроки думают должны там эту выиграть мы к следующему же готовимся с точки зрения видения игроков и тренера на те или иные игры это не всегда у меня все очень большое спасибо что пришли спасибо вам дольщина до свидания до свидания не за что